Некогда обычные рабочие моменты. Сейчас уже история культуры. В рамках кинофестиваля «Зеркало» в мастерской 6 этаж открылась удивительная фотовыставка Арво Ихо съемки «Сталкера» в Эстонии. В 1976 году Андрей Тарковский становится художественным руководителем трех молодых кинематографистов на студии «Таллинфильм», одним из которых был эстонский кинорежиссер Арво Ихо. Во время съемок «Сталкера» Тарковский разрешил Арво быть практикантом. Он и сделал тайком несколько снимков. Поскольку я имел возможность довольно близко присутствовать, даже на этих спорах, в гостинице «Биру», поскольку Андрей Арсентьевич был у нас руководителем художественным, у нас складывалось очень хорошее дружеское отношение, и он позволял мне больше, чем... Конечно, я там не снимал ничего, не фотографировал. Но я видел, как вот-вот происходила эта постепенная трансформация одной идеи совершенно другой. «Сталкер», пожалуй, одна из самых значительных работ прославленного Тарковского. Фильм снят по произведению братьев Стругацких «Пикник на обочине». Съемки ленты заняли около трех лет. При проявке пленки практически полностью был испорчен первый вариант, и картину переснимали трижды с тремя разными операторами и художниками-постановщиками. Лента получила приз Каннского кинофестиваля 1980 года. Они очень живые, очень такие характерные, я бы сказала, неожиданные иногда. И здесь мы можем увидеть разного совершенно Тарковского. Но я думаю, что вот это двойное такое впечатление. С одной стороны, мы действительно прикасаемся к той истории, которую мы не видели, она чрезвычайно ценна. А с другой стороны, мы видим работы замечательного фотографа, который сами по себе стоит того, чтобы посмотреть на них как на художественные произведения, пусть даже такого реалистического плана. Чтобы прикоснуться к бэкстейджу истории кинематографа, увы, придется поспешить. Выставка будет открыта только до 24 июня. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.